Здравствуйте! Выступление Петра Алексеевича Порошенко, гениальное выступление Петра Алексеевича Порошенко в ООН прошло как-то, знаете, мимо, так как-то смазано все получилось. Более того, враги Украины, а как мы знаем, враги Порошенко, это и есть враги Украины, рассказывали, что многие в зале спали. Ну как многие, многие из тех немногих, которые слушали нашего президента. И я понял, почему есть доля правды в словах этих врагов Украины. Я знаю, почему они спали. К сожалению, сегодня я также выступаю от государства-члена ООН, который сейчас страдает от жестокого нарушения основных норм и принципов Устава ООН. Это Петра Алексеевича Порошенко там же, но в 2015 году и в 2016 году тезисы его и вся его речь в принципе. И вот уже третий год агрессии против моей страны продолжается, нанося боли и страдания украинскому народу. Вы поняли уже, да? То есть люди, которые находились в зале, они по идее могли взять распечатку речи Петра Алексеевича Порошенко за 2015 год, почитать и понять, о чем он будет говорить в 2016. Ну и пойти в кафетерий. Эта страна была гарантом безопасности Украины по Будапештскому меморандуму. Будапештский меморандум. Эта тема всплывает постоянно и всплывает справедливо. Но вот о чем я подумал. Мы постоянно просим дополнительно денег на объект укрытия Чернобыльской АЭС. А за какие средства содержали бы тот самый третий по величине в мире ядерный арсенал? В обмен на гарантии территориальной целостности и суверенности и невмешательности в соответствии с Будапештским меморандумом. О, придумал. Можно было бы как раз его содержать за деньги Евросоюза. Просить деньги и содержать свой ядерный арсенал. В котором гарантии безопасности предоставлялись в моей стране в обмен на добровольный отказ от третьего по объему ядерного арсенала в мире. Я даже предчувствую, о чем будет Петр Алексеевич говорить в 2017 году в ООН, если он опять туда поедет. О Будапештском меморандуме и третьем по величине ядерном арсенале. Украина добровольно вывела из эксплуатации свой ядерный арсенал, который был третьим по величине в мире. Про Крым. А там люди, которые в зале еще остаются, они уже начинают посапывать, потому что они это уже все слышали. В феврале 2014 года Россия провела открытую и ничем не спровоцированную агрессию против моей страны, оккупировав и аннексировав Крым. Референдум был проведен российскими посланниками. И в зале кто-то такой просыпается, да ладно, Петр Алексеевич, серьезно? Грубо и жестоко поправ международное право и шокировав все международное сообщество. В 15-м, в 16-м и в 17-м можно одно и то же говорить, все будут внимательно слушать. Сегодняшние собранные данные доказывают, что военное присутствие России на Донбассе имеется. Сегодня нет никаких сомнений, что это агрессивная война, направленная против моей страны, против Украины. Но Россия продолжает олиться свои цинические отрицания, их там нет. Россия отказывается официально признать прямое военное вмешательство. Военное оборудование сконцентрировано на оккупированных территориях в таких количествах, что армии большинства государств-членов ООН могут об этом только мечтать. В 15-м году сконцентрировало уже столько вооружения, а в 16-м он еще и решил перечислять. Я вижу по лицам сидящих в зале, что им это очень интересно. Количество кирзовых сапог забыл упомянуть. Более 700 танков, 1200 бронемашин, более 1000 артиллерийских систем и более 300 систем запуска ракеты. Которое, скорее всего, невозможно, по хорошо известному признанию президента Российской Федерации, купить в обычном магазине оружия. Давай про беженцев. Более полутора миллионов жителей Донбасса были вынуждены уйти из своих домов. Около 1 миллиона 800 ВПЛ. Ну вот, растет не только курс доллара, но и количество внутренних перемещенных лиц. Прогресс хоть в чем-то. И стали внутренне перемещенными лицами, которые переехали в другие, более безопасные регионы Украины. Которые покинули Донбасс, разрушенный Россией. Но в 15-м году он еще и про Сирию говорил, потому что, ладно, то Донбасс, но нас в Сирии интересует. Но Кремль идет дальше. Сейчас российские зеленые человечки оказались в Сирии. Да, нас она и сейчас интересует. Также мы призываем защитить не только Украину, но и другие части мира, включая Сирию от агрессивной политики России. Да-да, мы призываем защитить народ Сирии. Давай про постыдное вето. Во второй раз Россия наложила постыдное вето на проект резолюции о создании международного трибунала. Там позорного вето России на решение установить международный трибунал. Там черный брат на заднем плане был. Он просто, я на него смотрел, как он шептался с другим, со своим другом, видно каким-то. И, ну, видно было, что они поглощены. Он рассказывал уже об этом в 15-м году. Злоупотребление правом вето. Ограничение применения права вето. И право вето надо ограничить. Выступает за постепенное ограничение права вето с последующей отменой этого права. При остановлении использования вето в случаях с массовыми разверствами. Право вето не должно стать актом прощения. Ладно, еще про терроризм. Везде, где Петя, кстати, появлялся, вы знаете, во Франции произошло, тут как тут. Да, мы тоже знаем, что такое терроризм. Еще где-то что-то произошло, тут как тут. Мы знаем, что такое терроризм. Ну и, конечно же, в ООН он постоянно говорит, мы знаем, что такое терроризм. Сегодня Украина является одной из территорий, где мы боремся с угрозой терроризма. С 2014 года Украина на собственном опыте узнала, какую беду наносит терроризм. Мы активно обсуждаем терроризм во всех формах и проявлениях. Щупальцы терроризма распространяются на все страны и континенты. Но мы как вжарим, понимаешь, по этим щупальцам, которые распространились, как у нас глава СБУ, помните, заявил, 30 или сколько, 300 терактов предотвратили во Франции. Правда, дело потом замялось, ну и поэтому Порошенко о нем не упомянул. Но мы боремся с терроризмом, честно. Про Крым давай. Международные организации, занимающиеся правами человека, бьют в набат относительно постоянного ухудшения прав человека в отношении к украинцам и крымским татарам в Крыме. Крымский полуостров стал серой зоной, где люди по факту лишены какой-либо защиты. Систематическое преследование, аресты, убийства проукраинских жителей полуострова, а также полный отказ в независимости СМИ. О, про независимость СМИ Петр Алексеевич Порошенко знает практически все. Систематические убийства, вот это тоже меня заинтересовало, в 16-м году речь повторяется. Судебные и пенитенциарные системы в Крыму были конвертированы Россией в средства репрессии. Всеми правовыми средствами будем и далее отстаивать права крымских татар. Геноцид крымского татарского народа, который уже столкнулся 70 лет тому назад. Беспроигрышная карта всегда достается из колоды, и так на столе хлоп, крымские татары. Это коренной народ Украины. Многие в основном жертвы это крымские татары. Ну в 15-м году Петр Алексеевич Порошенко просто должен был упомянуть про наших политзаключенных. Я также должен упомянуть имена Нади Савченко, Олега Сенцова, Александра Колченко. Люди также находятся в незаконном задержании в Донбассе и в России. Мы не обманываемся российской пропагандой. Вот, очень важно рассказать про российскую пропаганду, ну как и в 15-м году. Ширкомасштабная информационная война. Открытая пропаганда. Компания пропаганды. Вмешательство в избирательные процессы. Шитые белыми нитками новости. Кибернападение. Стали самой разрушительной формой невоенной агрессии. Все это нетрадиционные инструменты в необъявленной войне. А теперь о погоне. Украина является членом группы «Друзей по климату». Как член группы «Друзей по противодействию изменению климату». Мы надеемся достичь консенсуса по всеобщему согласию по изменению климата как можно быстрее. Украина внесла вклад в достижение консенсуса по всеобщему соглашению по изменению климата. Что этот результат будет достигнут государственными членами ООН в декабре этого года в Париже. Мы завершили процедуру ратификации по Парижскому соглашению в кратчайшие сроки. В 2015 году Порошенко должен был сказать про Чернобыльскую АЭС. Мы отметим 30-летие, к сожалению, 30-летие трагедии на Чернобыльской АЭС. В 2015 году он просил уделить особое внимание. Чернобыльская АЭС я переведу на русский язык, могу даже и на украинский, и на английский. Это значит в переводе, что выделите еще средства. Ну, дополнительно как бы это. Для исторического этапа, для завершения плана по Чернобылю. Я хотел бы попросить вас, господин председатель, провести специальное заседание Генеральной Ассамблеи, которое было бы посвящено 30-летию Чернобыльской катастрофы в Париже. Однако, существует очевидная потребность продолжать международные усилия, чтобы смягчить воздействие стихийных катастроф в Чернобыле. Ну, и завершение этой речи, конечно же, выглядело в украинских СМИ, равно как и в 2015 году, приблизительно вот так вот. А на самом деле, я не знаю, кто еще удивляется тому, что в зале кто-то зевал. Я сам два раза заснул, пока послушал. АПЛОДИСМЕНТЫ